Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Канал Шахматы для Всех продолжает рассматривать самые интересные партии, которые играются на турнире Вейконзея. И сегодня в центре нашего внимания одна из важнейших партий седьмого тура, которая у простого любителя шахмат вызовет смешанные чувства и удивление, и восхищение. Вообще, как так можно? Но обо всем по порядку. Играли Надербек Абдусаторов и Анишгири. Кстати, в прошлом, в 2023 году, в Вейконзея, прямо на финишной ленточке Анишгири обошел Надербека Абдусаторова на пол очка и впервые в своей карьере стал победителем этого домашнего для него турнира. Помня ошибки прошлого года, Надербек Абдусаторов решил в этой партии сразу же взять быка за рога, то есть обыграть опасного конкурента. Что из этого вышло, мы с вами сейчас и увидим. Итак, Е4 сыграл узбекистанский гроссмейстер, а нидерландец ответил ходом Е5. Конь Ф3, конь Ф6, русская партия. Забирает на Е5 Абдусаторов, Д6, конь Ф3, конь бьет Е4. Основные продолжения, Д2, Д4, конь С3, уже набили Аскомину. Поэтому в желании привнести нечто новое в данную систему, Абдусаторов играет С2, С4. Слон Е7, конь С3, взятие ДЦ, открывая чернопольного слона. И после рокировки белые развиваются по стандартной схеме. Одного слона ставят на Д3, другого на Е3, Х3 и после Б6 Ф2 с дальнейшей длинной рокировкой. Черные играют слон Б7, 3-0, Х6, ладья Х, Е1. Все белые фигуры стоят красиво по центру. Черные также заканчивают развитие, играют ладья Е8, слон Д4, С5 и Абдусаторов меняется на Ф6. Перед тем, как поставить слона на Е4 и предложить размен белопольников, дает шаг Абдусаторов, немножечко ухудшая позицию черного короля. И после слон Е4 происходит размен слонов. Ферзь Д7 играют черные. В их лагере образовалась отсталая пешка Д6. После конь Д2, А6, король Б1, черные играют слон Ж5. Белые возвращают коня на Ф3, слон Ф6. Как мы видим, Аниш Гири согласен на повторение ходов, но ничья не входит в планы Абдусаторов. Он играет Ферзь Д3, нажимая на пешку Д6. И тут Аниш Гири совершает ошибку. Лучше было просто разменяться на Е4 и уйти из-под боя Ферзя ходом ладья Б8, начиная контр-игру на ферзевом фланге. Но Аниш играет Б5 сразу и происходит размен на Е8. Черные берут ферзем. Пешка Д6, конечно, отравлена. Последует убийственная ладья Д8 и белые теряют материал. Поэтому вновь конь становится на Д2 и после Ферзь Е6 переходит на Е4. Слон черных идет на Е7, прикрывая пешку. Опять же, брать конем нельзя ввиду связки ладья Д8. Но у Абдусаторова на уме совсем иное. Он предлагает переход в окончании, ставя Ферзя на Д5, нападает на ладью и черные отводят ладью на Д8, полноценно защищая пешку Д6. Белые улучшают пешечную структуру, размениваясь на Б5. И играют Ф4, планируя ходом Ф4-Ф5 спровоцировать размен на поле Д5. Если черные сыграют Ж6, то последует Ж2-Ж4. Поэтому гири тратят время на улучшение позиции короля. Вот здесь и сказывается своевременный шаг слоном на Х7 со стороны Абдусаторова. Белые играют Ф5 и происходит размен на Д5. Получившееся окончание очень приятно для белых. Каждая их фигура и ладья, и конь сильнее соответствующей фигуры соперника. К тому же у белых хороший шанс образовать проходную пешку на ферзьевом фланге, играя Б3 и А2-А4. Черным предстоит очень непростая защита. Впрочем, Анишу Гири не привыкать. Он спасал и не такие положения. Король Ф8 играет нидерландский шахматист, а Абдусаторов ставит пешку на Б4. Оказывается, у белых есть и такой ресурс. Они пытаются подорвать пешечную структуру соперника на ферзьевом фланге. Если забрать на Б4 и пойти ладья Б8, защищая пешку, то белые, конечно, не берут на Д6, а играют конь С3, планируя забрать на Б5 и образовать пару связанных проходных пешек. Поэтому Аниш Гири не реагирует на угрозы соперника. Играет король Е8 и тут Абдусаторов делает простой, но очень своевременный ход. У белых уже очень большое позиционное преимущество, которое, тем не менее, очень просто упустить. Если сделать шаблонный ход Ж2-Ж4, продолжая надвигать пешки на королевском фланге, то черные пойдут ладья С8 и после конь бьет Д6. Взяли-забрали, скушали-съели, черные отыгрывают пешку. Играя ладья С4, двойной удар ладья С3 и это ладейное окончание абсолютно равное. Но Абдусаторов подтягивает короля на Б2, прикрывая поле С3 и на корню обрубает контрыгру соперника. Ладья Д7, стоит Аниш Гири, теперь уже Ж4 и после король Д8 еще один красивый и эффективный ход С4, окончательно подрывая пешечную структуру соперника на ферзевом фланге. Если забрать на Б4, то белые играют СБ, создавая опасную проходную пешку и пешка Б4 рано или поздно потеряется, после чего пешка Б5 получит дополнительную поддержку в лице соседки по вертикали А. Не имея ничего лучше, Аниш Гири забирает на С4, но происходит размен пешек на С5 и переход в легкофигурное окончание. Абдусаторов меняется на Д7, играет король С3, отыгрывает пешку и получает вот такую просто замечательную позицию. У белых все блага цивилизации. И конь, который доминирует над плохим черным слоном, и отдаленная проходная пешка А, которая быстро пойдет вперед, и слабость черных на С5. В общем, эта позиция для белых выиграна, но посмотрите, как дальше развивалась партия. После король Б6 А4, конечно, если пойти король А5, то белые с удовольствием перейдут в пешечное окончание, которое с запасом выиграно для них. Поэтому черные продолжают стоять. Король С6 играет Аниш Гири. Конь Ф2, слон Д8, конь Е4, слон Е7. Если не видеть, кто играет черными, то создается впечатление, что идет борьба шахматистов совершенно разного класса. Абду Саторов делает Саниш Гири все, что ему захочется. А Аниш ничего не может этому противопоставить. А5 играют белые, слон Д8, А6, слон Е7 и конь С3. Слон Ж5, конь Б5. И после слон Е3 белые не забывают об усилении позиции на королевском фланге. Король Б6, А7, король Б7, белые играют А5, фиксируя пешку на А6. Король А8 играют черные и белый король пошел вперед. Если черные продолжат стоять, то белые съедят пешки на королевском фланге и проведут на этом участке доски ферзя. Поэтому после король Б7, король Д6, Аниш Гири наконец начинает играть активно. Он ставит пешку на С4, но белый король меняет маршрут, возвращаясь на Д5. Слон бьет А7, конь бьет А7. Оказывается, что пешечное окончание после короля А7, король бьет С4 для черных проиграно. Если тут пойти Ф6, не давая белым прорваться, то последует король Д5. И белый король, конечно, намного быстрее успевает на королевский фланг, чем король черных. А вот если пойти король Б6, то белые играют Ж5, демонстрируя типичный метод прорыва. Если забрать пешку, то Ф6, взятие Х6 и белые быстро ставят на доску ферзя. Если же пойти Ф6, предупреждая прорыв, то тут уже играет роль большая активность белого короля. Размен на одном из полей Ф6 либо Х6, король Д5 и белые побеждают. Но забирая слоном на А7, Аниш Гири имел в виду нечто иное. Он играет С3 и угрожает провести свою пешку в ферзи. Однако у Абдуса Торова все точно рассчитано. Он играет К6 и после С2 дает шаг и успевает задержать пешку соперника. Король Д7 играют черные. Идея защиты Аниш Гири базируется на том, что белый король не может подойти к пешке С и забрать ее. За это время черный король резко активизируется и тут уже ничья неизбежна. Король Д3, взятие, король Е4, король Х5. Единственный нюанс, после хода белых, например, КД4, черным не нужно сразу играть Ж6, пытаясь разменять пешку белых. А сначала нужно зафиксировать ее, а затем уже Ж6 и ничья очевидна. Но Абдуса Торова играет очень точно. Он ставит пешку на Ж5. Опять же, идея прорыва. Если черные заберут, Ф6 и далее Х6. Поэтому Аниш Гири играет король Е7, но Абдуса Торова меняется на Х6, играет король Е5. Черные не могут отойти королем, потому что белый король идет вперед. Поэтому шах дает Аниш Гири, король Д5, король Д7 и триумфальный блокирующий ход, конь С1. Наконец, мираж рассеялся. Сейчас ход черных, и если не брать во внимание коня и пешку С2, то мы понимаем, что это пешечное окончание для белых выиграно, потому что они захватили оппозицию. Белый конь просто стоит на С1 и дело заканчивает белый король, демонстрируя такой простой прием, как обход. Если черные сыграют король С7, то король Е6, а если король Е7, то король С6 и далее по известным образцам. Поэтому после хода конь С1 Аниш Гири признал свое поражение. Вот такая замечательная и в то же время удивительная партия Надербека Абдусаторова. Я бы сказал, что он обыграл Аниша Гири на классе, но все-таки рейтинг Аниша, пускай не намного, но все-таки выше рейтинга Надербека. Что случилось в этом поединке, совершенно непонятно. Как бы то ни было, Надербек Абдусаторов создал прекрасную учебную партию и одновременно догнал своего оппонента в турнирной таблице. После 7 туров у обоих шахматистов по 4,5 очка и они сейчас делят первое место. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу такой замечательной победы Абдусаторова. А также подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, если вы этого еще не успели сделать. Большое спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok